Вечером 10 октября 2000 года в многоэтажке по улице Новороссийская 9 прогремел взрыв. Утечка газа обернулась обрушением перегородок 4 и 5 этажей. Следы ЧП спустя 18 лет видны и сейчас. Разница в цвете кирпичей. Три этажа серого – то, что отстроили заново. Неровный шов, недоаккуратности было. Взрыв уничтожил шесть квартир и пошатнул весь дом. Тогда сотни человек расселили в гостинице, а многоэтажку одели в корсет. Стены держат вот эти железные балки. Валентина Баранова жила через стенку от взорвавшихся квартир. Ее мужа не придавила чудом. Соседи оплакивали вместе. Вылетел парень, он пришел из армии. Невеста его на кухне осталась. А он вылетел вместе с перью. И все засыпалось. Наши выбирались через лесенку. Всем должно быть наука и все, чтобы знали, как обращаться с газом. Уроки усвоили не все. Новое поколение жильцов в доме, жалуется женщина, игнорирует газовую проверку. А в соседней многоэтажке принюхивается каждый. К ответственному отношению весь подъезд приучает Елена. Племянница газовщика с детства знала цену недосмотра. У нас в подъезде кран такой есть. И он, как мне показалось, мимо него проходишь, пахнет газом. Мне сказали открыть двери подъездные, не впускать никого. Открыть все окна. Подъехала аварийка. Он с газоанализатором. Подходили к каждой двери. Пахнет, не пахнет. ЧП предотвратили, починив кран в подъезде. Но по статистике, чаще причина взрывов в квартирах – незакрытые вентили и халатное отношение к проверкам. Люди либо не пускают, к примеру, в квартиры, либо, когда к ним уже попадают, гигантские нарушения. Но факт в том, что помимо найденных нарушений, еще же их надо исправить. И люди в силу, допустим, экономических особенностей или своего маргинального образа жизни не проводят работы по замене плиты или замене клапанов. А когда проверяющие специалисты не попадают в квартиру даже раз в год по расписанию, вопрос решают радикально. После нескольких предписаний и решения жилой инспекции отключают квартиру от газа. Между тем, сейчас проверка газового оборудования жильцами – вопрос их совести. Принудить их не может никто. И хотя в Кодексе об административных правонарушениях существуют штрафы за отказы в допуске специалистов и ремонте оборудования, величина их символична – до 2000 рублей.